Водичку Я зашел туда и увидел высокую елку, были маленькие елки, и я понял, что чем меньше денег, тем выше елка. Это хорошо. Процветания пока я не вижу, кроме денег. Вот денег выдают почему-то, почему-то, не знаю. Ну деньги, потому что вы все-таки уже ветераны, наверное, вы достойны того, хотя бы как-то вас отметить, и Рождец Церкви, Союз, и Церковые деятели России, он как-то старается поддерживать, при том, при всех, как говорят, неблагоприятных финансов. Вот в этом только ощущается. Ладно, мы с вами продолжим, если вы не против, то Аркадий Горочинский нас просит войти в вас. Хорошо, пойдем пытаться. Да, проходите, да. Потрогать здоровье. Привет. Мастера Советской коммунады. Друзья, дорогие. Слово предоставляю генеральному директору государственной компании Росбург-Цельс. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые ветераны. Спасибо большое. Спасибо. Ваше выступление. Дмитрий Евгеньевич, очень рад вас видеть. Сегодня большая и серьезная дата, 75 лет с того момента, как произошло событие разгрома фашистских войск под Москвой. И в этом ваша заслуга, без сомнения. И мы сегодня просили для того, чтобы проходить образование. Для того, чтобы вы имели возможность и пообщаться, обсудить какие-то общие проблемы, житейские проблемы. Это тоже очень важно. К сожалению, сегодня компания, которой вы имели сопричастность, имеете сопричастность, наверное, не в самом лучшем положении. Но уверяю вас, что мы стараемся, делаем все для того, чтобы поднять престиж компании на тот уровень и на ту славу свидетелями, которой вы тоже были. Поэтому предлагаю поднять бокал за события, за вас. Пожелать вам всего самого доброго, здоровья, благополучия. И чтобы все наши общие помыслы сбылись. И мы гордились советским, российским церковью. За это имя. За вас. Спасибо. Спасибо. Бог вам здоровья. За церковь. За церковь. За церковь. А я вот, друзья, что? За церковь. За церковь. За церковь. Генеральный чокнуться. Генеральный чокнуться. Во чем вас стоит? О! Твой тезка по фамилии. Да, я за тем спрою. Как ваш фамилия? Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 А вам успехов. 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 Дай людям пообщаться. Я на всех скажу. Давай. Вот. Вот. Просто очень приятно. Вот. Сейчас помянули тех артистов, которые ушли от нас во время войны. Ну сколько еще сейчас существует, живут вернее. И сколько было артистов, которые отдали свое творчество во время войны. Сколько было фронтовых бригад, в которых все участвовали. У меня отца сохранилось очень много, он собирал рецензии и так далее и подобное. И вот у меня, я вот хочу в музей как раз договорить принести, вот эти вот вырезки из газет и вот эти скупые телеграммы, скупые телеграммы от Верховного Главноковандующего и Сталина и все, очень скупо. Спасибо за работу там-то, там-то, там-то. Вы знаете, вот это хотелось бы, чтобы наши внуки, дети посмотрели бы на это все и удивились бы тому, как люди, работая на таких передовых площадках, несмотря ни на что, получая, как бы сказать, никакие награды, отдавали себе всю фронту для того, чтобы наши солдаты шли в бой с великолепным, хорошим настроем, настроением, хотя сами и голодали, и мерзли, и работали на снегу, на бортах машинок, в землянках, где угодно. Вот хотелось бы в лице вас, в лице вас поднять бокал за этих людей, которые еще у нас существуют, есть и которые ушли от нас, но которые делали свое дело, несмотря на то, что они не смогли быть и воспользованы бойцами на фронте. Продолжение следует...